Всем привет, друзья! Сегодня мы наконец-то тестируем премиальный автомобиль. Это не GS4, это GS6, его старший брат. И как вы видите по оснащению салона, тут вообще есть, можно сказать, все. Так как у нас в городе пробки, есть возможность спокойно поговорить про автомобиль. Вы видите, как офигительно чистят дворники, они не оставляют никакой след, звука нет, скрежета такого, то есть это приятно. За окном у нас все тает, все такое плохое, но сидя в таком салоне, мне кажется, каждый раз, когда ты будешь ездить на работу, ты будешь чувствовать кайф настоящий. GS4 он чуть-чуть ниже, там регулировка сидения, она механическая, тут же все электрическое, ну, все, что вы видите. Тут у нас подсветки разные. И нужно сказать, фары, они тоже, значит, загораются у нас очень интересно, мы потом это вам покажем. Тут есть всякие системы безопасности, можем даже включить систему удерживания, чтобы отпустить спокойно ногу с педали тормоза. Но я предпочитаю пока еще ездить так. Ну, в целом, как она работает? Мы ее включаем и отпускаем ногу с тормоза, и она не катится. Естественно, когда надо, вот смотрите, моя нога не касается, мы только на газ нажимаем, и она поехала. То есть, в принципе, удобная система, если да, вот как раз мы сейчас стоим в пробке, и нам хочется немного разгрузить свою ногу. Рука удобно лежит. Естественно, у вас шайба переключения коробки находится под рукой. И в целом внизу у вас есть полезное место, то есть они у вас его не отбирают, оно у вас также остается. Итак, давайте, вот у нас стыки, ужасные стыки. Так, мы едем. Ну, чувствуются только камешки, которые шкрябают по аркам, но сам автомобиль очень хорошо сглатывает вот эти стыки. То есть, ты не чувствуешь так. На седанах это было бы другое ощущение. Давайте опять в пробке стоим. Вот мне надо что-то это самое. Ага, все, вот это Home, то есть у нас Android Auto, CarPlay, Bluetooth. Ага, вот у нас менюшка. Ну, то есть, как... Тут все есть. Видео, картина, давление в шинах, атмосферный свет. Пропустим. Поехали. Не, вообще хорошо. Очень уверенно. Система помогла нам, то есть, пробуксовочка. Но все хорошо. Ну, слякать, конечно. В такую погоду тестировать, это не хорошее дело, но в целом, почему бы и нет? Это такие условия для машины, чтобы понять. Ну что, ребята, на этом тест-драйв закончен. Автомобиль мне очень понравился. Как он едет, как он рулится, как он поворачивает. Все эти системы, которые помогают водителю во время вождения. Это все очень классно. И, действительно, это не GS4. Это уровень намного выше. И за эту сумму, в принципе, это очень хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Итак, друзья, мы с вами прокатились на Jack GS6. Сейчас мы с вами будем обсуждать салон. Ну и в целом поговорим немного про внешку. Для вас прошла одна секунда, для меня прошло несколько дней. Я снова сюда приехал, чтобы снять для вас автомобиль. Пойдемте. Карта дверей. Как я уже сказал, она кардинально отличается от GS4. То есть здесь мягко, прикольно, приятно. Это загорается. Вот тут у нас загорается. Кнопочки удобно выполнены. Ручка. Очень прикольно. Тут у нас динамик. Значит, отсек. Тут бутылочка войдет. Тут всякие влажные салфетки. Все удобно. Значит, видим резиночку. Все красиво. Все выполнено. И прошу заметить. Значит, она идет по всему периметру. И когда мы проводили тест-драйв, то есть когда мы открывали потом дверь после очень грязной, можно сказать, улицы, тут было все чисто. То есть это говорит о том, что все герметично, ниоткуда не задувается и грязь не будет попадать сюда. Это у вас всегда будет оставаться чистым. Максимум, что будет грязным, это вот эти кромки. Да и то это очень легко моется на мойке. Давайте тогда, не отходя, можно сказать, от кассы, сразу заглянем на задний ряд. Ну и посмотрим. Значит, мы немного сложили спинки заднего ряда, но сейчас можем поднять. И, в принципе, вы увидите, что места предостаточно. Вот я поднимаю. Крепится довольно-таки хорошо. И вот тут у нас подлокотник. Сидения, можно сказать, не такие, как на других автомобилях. Если у других это просто задний диван, то тут у нас такие вот, ну, ты садишься, ты в них прям сел, ты прям, прям, они тебя обнимают. И тут как бы и подголовник прикольный, и боковая такая поддержка тоже есть. Все хорошо. То есть три человека сядут, но в комфорте себя будут чувствовать два взрослых человека. Ну и плюс подлокотник и два подстаканника. Это, я считаю, круто. Как мы уже с вами видели из тизерного ролика, этот автомобиль вообще электрофицирован полностью. То есть у него тут открывается багажник с сервоприводом. То есть мы еще вам показывали, что он открывается без помощи рук. То есть вы подходите и просто делаете вот такое движение. Здесь у нас в багажнике приличное место. То есть понятно, что это у вас высокий автомобиль. И, соответственно, придется вам сумки поднимать немного повыше. Отсек для докатки, он огромный. В принципе, вы сюда можете еще какие-то вещи вставить. И также два боковых кармана, в которых просто поместятся две пятилитровки, а может даже что-то и больше. Ну и вот такая у нас полка, на которую можно поставить свои какие-то вещи не очень тяжелые. Ну и в принципе это не будет мешаться. А так, в принципе, очень много места. Это очень хорошо. Ну и в принципе напрашивается прямая полка, когда можно постелить какой-нибудь матрас, ковер и просто наслаждаться каким-то закатом. Или на море, если поедете. В принципе, это идеальная машина, я считаю. Закрывается она у нас также с кнопочки. Также видим подогрев заднего стекла и красивый дворник. Конечно, да, кто-то скажет, можно было его спрятать под спойлером, чтобы его не было видно. Но в целом он тут смотрится эргономично, хорошо. Также видим парктроники. Садишься ты очень удобно. Естественно, здесь у нас электрорегулировки, память. Когда вы выходите из машины, как я уже говорил, автоматически сидения отъезжают назад, чтобы немного облегчить выход из машины. Вы сами видите огромный здоровенный монитор. В котором все поделено. Здесь у нас получается приборка, а здесь у нас мультимедиа. Также мы видим панораму, люк. Значит, вы можете наслаждаться солнечной погодой. Свет. Тут, короче, все есть. Значит, у нас очечник. В общем, тут оснащение полное. Самое крутое, я считаю, и такое я видел только на каких-нибудь суперкарах, это то, что внизу, ну и в Вольво такое тоже бывает, это то, что внизу у нас тоже есть такой отсек. Ну, как вы видите, места здесь вообще много. То есть, ну, здесь сядет человек с ростом 1,90 м и все равно будет чувствовать себя хорошо. Потому что вот он спокойно вытянет ноги, он вот так вот, все, и комфорт. Понимаете, тут у него свет, тут у него ручка. Он также не обделен панорамной крышей. Он тоже может наслаждаться, кайфовать. Я думаю, это идеальная машина, чтобы куда-то путешествовать, чтобы поехать куда-то летом, я не знаю, на юга. Тут у нас также есть зарядка, воздуховоды. То есть, вы не будете чувствовать себя обделенным. Также вы будете ездить, кайфовать. Ну и, в принципе, к вам тоже будет попадать холодненький воздух с кондиционера. Ручки. Вообще, в целом, карта двери такая же продолжается. То есть, это у нас динамик такой красивый. Также ручка. По подушкам безопасности здесь также шесть подушек безопасности. Вы полной безопасности и можете не переживать за себя. Также небольшой карман, чтобы поставить какие-то вещи. Итак, друзья, я узнал. Значит, вот у нас подлокотник. Там регулировочка находится. И получается у нас она с охлаждением. Но работает она только при включенном кондиционере в целом в машине. И вы можете туда 0,5 бутылки положить и охладить какой-нибудь напиток. Я считаю, это вообще круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, соответственно, гарантия дает вам уверенность в том, что с этим авто ничего не случится. Если бы он был ломающийся, то, мне кажется, не дали бы гарантию 5 лет на коробку, на двигатель, ну и в целом там 150 тысяч километров. Это, в принципе, как бы хорошо. То есть многие люди у нас в стране не наезжают на машине 10 тысяч за год. Поэтому, мне кажется, вы можете взять, как бы почувствовать его, так скажем, попробовать на вкус, но потом, если он вам надоест, продаете, покупаете другой. Вот и все. Вы ничего не теряете. И за эти деньги у конкурентов нет того, чего предлагает Jack GS6. Поэтому выводы вам делать только самим. В целом это круто. Насколько вы помните и знаете, такое есть у конкурентов, но за вдвое больше или даже втрое больше этой цены, за которую продается Jack GS6. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, предлагайте автомобили, которые хотите, чтобы я протестировал. Ну и напишите ваше мнение о GS6. И вообще, катались ли вы на нем, видели ли вы этот автомобиль в своем городе. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok